Итак, первое, на что делятся все люди, на две категории – это рационалы и иррационалы. И в течение жизни эти категории не меняются. То есть, сейчас для чего я все это рассказываю? Для того, чтобы понять, что мы в состоянии изменить, что мы не в состоянии изменить. То есть, что желательно принять. Так вот, рацио и иррацио. Рацио в переводе на русский разум – то, что поддается рационализации, то есть, разумному осознаванию. Это люди расписания, это люди режима, это те, которые нам бы схемку, аль чертеж, мы бы затеяли, вертеж. И вот они методично – это те, которые лучше всего переносят расписание и рутину. Все понятно? И есть вторая ипостась людей – иррацио. Иррациональный. На которые не поддаются. А в переводе на русский – это овральщики. Это то густо, то пусто. То сначала сутки спят, потом сутки работают. И так далее и тому подобное. С этим пока понятно? Так вот. Нас воспитывали всех рационалами. И все иррационалы считали себя… Немноглазыми. Очень. Иррациональными, да. Так вот, чем хорошо Панченко все хорошо объяснил. Ну, такую метафору. Он говорит, представьте, что вот все, что нас окружает на Земле, нас окружает что? Нас окружает материя. У нас есть пространство. Есть энергия. Есть время. Вот что является вокруг нас. Так вот, для того, чтобы вот это все воспринимать, у нас у каждого есть не то, чтобы какой-то орган, который мы вот четко знаем. А вот представьте, что у нас у каждого есть внутренняя антенка, которая воспринимает вот это, вот это, вот это и вот это. Так вот, все эти антенки развиты не одинаково. Одна в приоритете, всегда развита сильнее. Соседняя тоже. А остальные по убывающей. Так вот, допустим, сначала первая антенка материи, те, которые воспринимают материю лучше всех. Следующая антенка, которая лучше воспринимает пространство. Следующая, уже поменьше, та, которая лучше воспринимает энергию. И последняя, самая там хреновастенькая. И вот тут очень много вопросов было. А всегда в таком порядке? Он говорит, всегда. По квадре. Вот чем отличается энергию стиль от соционики. Здесь только по кругу. Либо в эту сторону, либо в эту сторону. Неважно, с какого начинается. То есть, если первая лучше всех развита вот эта, то тоже либо в эту сторону, либо в эту сторону. С этим понятно? И получается по формуле, чтобы вы поняли. Всегда первые две нам даны от Бога. Первые две антенки. Вторые две антенки мы развиваем. В зависимости от того, чем труднее жизнь, тем лучше мы их развиваем. Для адаптации в этом мире.